Архангельское телевидение Архангельский и Холмогорский Даниил совершит чин освещения научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Архангельский и Холмогорский Даниил совершит чин освещения научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Архангельский и Холмогорский Даниил совершит чин освещения научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Архангельский и Холмогорский Даниил совершит чин освещения научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Сам, уба всех, владыка благоволивой, бездушными древесы правите, и крепкую твоей рукой род человеческий спасай. Сам и ныне, владыка, и сей корабль соблюди, и дашь ему ангела благо мирно, хотящие плыть и в нем сохрани. Дашь им во своя отыти здравым молитвами причистая владычицы нашей Богородицы Преснодева Марии, силою честного Животворящего Креста, честных небесных, умных сил бесплотных, святого славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол и всех святых твоих, якуты и си, окормляя и освящая всяческая Божия наша тебе славу, и благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, истинно и живой путю, странствуйте мнимому Твоему Отцу Иосифу, и причистите Деве Мариеве, Египет изволивай, Луцея Клеопева и Маус путешествуй, и ныне смиренно молим Тя, Владыка Пресвятый, и рабом Твоим, на судне сим, путешествующим, благодатью спаспешствуй, и, як уже раба Твоего тави, и ангела хранителя и наставника пасли, сохраняющие и избавляющие их от всякого злагообстояния невидимых и невидимых врагов, и к исполнению западе Твоих наставляющие, мирно же и благополучно, и здравие препровождающие, и паки целая и безмятежно возвращающие, и дашь Тим все благое Твое намерение к оболглуждению Твоему благополучно в славу Твою исполните Твое боясти, и милуйте, спасательный Божий наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благословляется и освящается корабль сей окроплением воды сей освященной. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, Победы на сопротивные даруяй, и Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Благослови достояние Твое, Победы на сопротивные даруяй, и Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Всех вас, отцы, братья и сестры, поздравляю с освящением корабля, с этой действительно замечательной экспедицией. И хочется пожелать, чтобы этот корабль долго еще служил нашей России-матушке, чтобы замечательные наши северные люди осваивали Арктику, чтобы Россия не теряла своих, своей земли. Для этого нужно, чтобы наш народ был в нравственном плане крепким, духовно сильным. Тогда мы сможем удержать ту обширную территорию, которую мы имеем. И без помощи Божией, без помощи тех святых угодников Божиих, которые ныне в небесах молитвенно предстоят за Русь Святую, мы не сможем ничего сделать. Дай Бог, чтобы мы, объединившись вместе, в наших усилиях и в наших молитвах достигали великих и благих целей. Спасибо вас всех, Господь! Уважаемые участники торжественного мероприятия! Сегодня из Архангельска на борту научно-исследовательского судна «Росгидромета» профессор Молчанов впервые отправляется уникальная экспедиция «Плавучий университет». Организаторами проекта являются Северный Арктический федеральный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, Федеральная служба по Росгидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Русское географическое общество. Экспедиция осуществляется в рамках целевого гранта на реализацию научных и просветительских проектов Русского географического общества. Программа комплексных экспедиционных работ предусматривает обучение и подготовку молодых специалистов, исследователей для работы в полярных регионах России совместно с сотрудниками Росгидромета и Российской академии наук. В экспедиции принимает участие лучший студент из Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Торжественный митинг в честь отправления экспедиции объявляется открытым. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Омбожая моя, великое слава, Твое достояние на все времена. Славься, Отечество! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Славься, Отечество! Славься, Славься, Северный Арктический Федеральный Университет! Славься, Славься, Северный Арктический Федеральный Университет! Славься, Славься, Северный Арктический Федеральный Университет! Славься, Северный Арктический Федеральный Университет! Отсюда ушла первая российская экспедиция под руководством капитана Чичагова, а программу этой экспедиции разработал и обосновал наш великий земляк Михаил Васильевич Ломоносов. И в следующие столетия большая часть экспедиций арктических и по Северному морскому пути уходили именно отсюда. Участники нынешнего первого рейса плавучего университета на борту исследовательского судна профессор Молчанов уже доказали, что они лучшие из лучших. На каждое место претендовало 10 человек. Но вот эти 25 мальчишек и девчонок, аспирантов, студентов, магистрантов Северного Арктического Федерального Университета уже своей учебой и исследовательской работой доказали, что они могут внести свою лепту в изучение и исследование российской Арктики. Дорогие мои, мы на вас надеемся. Мы будем с нетерпением ждать везти из борта судна и из Центра космического мониторинга. Будем отслеживать, куда вы направляетесь и чем занимаетесь. Удачи вам, успехов! Мы по-настоящему вами гордимся и надеемся, что вас ожидают новые научные открытия. И, безусловно, этим своим рейсом мы утверждаем силу, мощь, знаний и науки российской в Арктике. Удачи вам! Семь футов под килем! Слово предоставляется губернатору Архангельской области Игорю Анатольевичу Орлову. Дорогие друзья, день действительно исторический. И сегодня освещено не просто это судно, которое уходит с большим и важным заданием простора Арктики. Освещено огромное и важное дело во славу Отечества, которое сегодня выпало на плечи этого экипажа и этих прекрасных молодых ребят, которые, наверное, еще не до конца создают историческую миссию того, что они делают сегодня. Но это именно так. Я хочу сказать, что этим шагом мы в очередной раз говорим. У России есть, были и всегда будут серьезные и очень стратегические интересы в Арктике. Я желаю всем участникам экспедиции реализации тех планов, которые они себе поставили, новых открытий, совершений, которые сегодня нужны нашей стране, нашей отчизне. Семь футов под килем этому прекрасному судну и новых совершений его экипажу. Слово предоставляется начальнику Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, председателю Архангельского отделения Русского географического общества Леониду Юрьевичу Васильеву. Дорогие друзья, сегодня действительно исторический момент в жизни не только Архангельской области, в жизни и русского географического общества. Еще год назад этот проект казался фантастикой. Идея была озвучена на встрече в июле прошлого года руководителя федеральной службы Фролова Александра Васильевича Кудрышова и Елены Владимировны. Но это была лишь идея. Прошло немногим менее года, и эта идея была реализована благодаря стараниям, усилиям коллектива САФУ, Северного управления, Росгидромета. И сегодня мы видим, с каким интересом, с каким подъемом настроения, духа. Это патриотизма. Я не боюсь этих высоких слов. Мы видим лица студентов, лица научных сотрудников, которые получили уникальную возможность поработать в Арктике. Сегодня аналогов этому плавучему университету нет ни в России, ни в Европе. Значит, этот проект позволит получить уникальные данные. Судно восстановлено. Судно оснащено современным научным оборудованием. Это вот удачный сплав науки, производства и образования. И данные, полученные в результате этой экспедиции, пойдут в Государственный фонд данных о состоянии окружающей среды. Большую поддержку получил этот проект со стороны Русского географического общества. Грант на этот проект был вручен в апреле месяце председателем попечительского совета президентом Владимир Владимировичем Путиным. Это тоже означает, какое значение придается воспитательному фактору вот этой научной экспедиции. Я желаю всем участникам экспедиции успешного выполнения задач, успешного возвращения в Архангельск. Я надеюсь, что этот проект будет ежегодным. С него будет начинаться навигация нашего управления. Спасибо. Желаю удачи. Слово предоставляется директору Российского государственного музея Арктики и Антарктики, члену ученого совета Русского географического общества Виктору Ильичу Боярскому. Дорогие архангельцы, дорогие участники экспедиции. Очень здорово, что именно из Архангельска сегодня отправляется эта экспедиция. Архангельск исторически был центром морской жизни России и, дай Бог, он им опять станет. Вы знаете, вот та идея провести образование таким образом, вернее, расширить аудиторию университета в ту сторону океана, она очень плодотворна, потому что, как никогда, и вы сами в этом убедитесь, что учиться, когда вы можете наблюдать объект обучения прямо в натуре, это гораздо приятнее, полезнее и главное, что результат будет налицо. Вам, собственно, предстоит доказать, что плавание во время обучения, как правило, ведет к тому, что вы будете не плавать во время экзаменов. Я думаю, это будет здорово-здорово доказано. Я желаю всем вам удачи, удачи с тем, чтобы вы не разочаровались. Вам здорово повезло, на самом деле, быть первыми студентами плавучего университета. Это большое счастье. Были времена, когда мечтать о том, чтобы попасть в рейс, научный рейс, могли люди, которые не только закончили образование, но уже как-то проявили себя как профессионалы. У вас вот эта вот открывается возможность, дай Бог, воспользоваться ею и доказать себе самим и всем остальным, кто вас выбрал, в том, что вы этого достойны. Удачи и ура! Вас приветствует Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких ЮНГ. На месте! Стой! Раз, два! Направо! Вот! Смотря на много лет вперед, и слабо дня в виду имея, задумал Петр Костой строить флот, а от шведа защищать Россию. С тех пор прошло немало лет, сто лет, веков немало даже, и нам теперь не угрожает швед, но корабли стоят на страже. И правильно, пока моря вдоль сухопутной есть границы, то, откровенно говоря, флот государству пригодится. И службу доблестно на нем несут старшины и матросы, И с каждым сильным кораблем страна сильнее, без вопросов. Угрозы с моря не придет и не лишит страну покоя. За славный наш российский флот мы крикнем вместе, дружно все. Ура! 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 Море начинается с маленькой реки, Разве чем мальчики, все мы маленьки. Корнинка по росту, песка, цирка на векре, Мы уходим в плаванье каждый день. О море мечтаем, о море снится нам, Снится, как бывалым морякам. О море мечтаем, о море снится нам, Снится, как бывалым морякам. О море мечтаем, о море снится нам, Снится, как бывалым морякам. О море мечтаем, о море снится нам, О море снится нам, Снится, как бывалым морякам. ПЕСНЯ Я хочу быть капитаном, море очень я люблю. Я сегодня за штурвалом, я команды подаю. Я подал сигнал, отходим. Полный ход, вперед уходим. ПЕСНЯ Я космону, садаму кричу, и я гордым марином стать хочу. Я знаю, как достойно жить, прожить, военном ходе буду я служить. ПЕСНЯ 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 Для церемонии передачи флага экспедиции приглашается ректор Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Елена Владимировна Кудряшова, председатель Архангельского отделения Русского географического общества Леонид Юрьевич Васильев, руководитель экспедиции, проректор по научной работе Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор химических наук профессор Константин Григорьевич Боголицын и капитан судна профессор Молчанов Виктор Александрович Лащевский. ПЕСНЯ Сегодня мы отправляем не только в первый рейс в новом качестве это судно, но сегодня отправляем и даем путь на путствие новому проекту, инновационному научно-образовательному проекту, где объединились силы ведущие специалисты научных организаций, Академии наук, Национального парка Русско-Арктика, Российского географического общества. И давайте пожелаем успехов, успехов и еще раз успехов этому. А теперь фотографирование с участниками экспедиции. До момента, когда судно профессор Молчанов покинет причал Архангельского морского вокзала, всего несколько минут сейчас участники экспедиции сделают традиционные фотографии на память о во многом знаковом рейсе. Впереди 40 дней автономного плавания, впереди время практической работы и, конечно же, увлекательных занятий, ведь сам предмет обучения будет за их бортом. Несколько любопытных деталей предстоящего рейса, но, как вы уже слышали, конкурс среди желающих попасть на борт профессора Молчанова был примерно 10 человек на одно место. Кстати, студентам необходимо было сдать летнюю сессию, на чьи мечты об арктических широтах пришлось бы забыть. Многие впервые столкнутся с таким длительным морским путешествием, поэтому им пришлось пройти и серьезную медицинскую подготовку, и побывать на медкомиссии. Кормить участников экспедиции будут 4 раза в сутки. Ребятам порекомендовали взять с собой любимые сладости, запасы чая и кофе, а вот в каютах готовить и греть воду категорически запрещено, поэтому на судне имеется титан, как в поезде с горячей водой. Прямо сейчас у нас есть возможность побывать на борту профессора Молчанова и заглянуть в каюты. Наша съемочная группа очутилась на борту корабля примерно за несколько часов до его прихода на морской речной вокзал. Давайте посмотрим. В свой юбилейный 30-й год рождения судну профессор Молчанов было уготовано судьбой стать университетом, да еще плавучим. Впрочем, к такой роли корабль готов. Экипаж из 22-х человек во время рейса в Арктику пополнят более 50 ученых и студентов. Причем среди молодой поросли покорителей Севера девушек больше, а для них вопросы комфорта не менее важнее научной составляющей экспедиции. Проблем нет. У нас, во-первых, мы сразу на берегу набираем полные танки воды, у нас более 300 тонн, плюс у нас работают опроснители морской воды, которые вырабатывают не менее 10 тонн в сутки. То есть и на помывку, скажем так, и на все нужды воды проблем нет. Во время рейса ежедневно на Капитанском мостике будут получать и изучать карты ледовой обстановки по маршруту. Класс судна усилен и ледовый, так что проблем во время пути не должно возникнуть. Вместо сердца пламенный мотор. Эта фраза справедливая и к профессору Молчанову. Силовая установка в три с лишним тысячи лошадиных сил обеспечивает движение судна. Топлива на борту 320 тонн. Хватит с запасом. В полном порядке и корабельная аптечка. Судовой врач пообещал всем участникам экспедиции отдельную морскую медкомиссию. Судна у нас повышенной комфортности, поэтому серьезной качкины не будет. Препараты в достаточном количестве. Есть минимум хирургического инструментария. Существуют препараты сердечно-судистого действия, препараты для нормализации функции желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть все согласно конвенции здесь находится на данном корабле. А теперь о научной составляющей рейса. Вот так выглядит мини-лаборатория, где будет происходить первичная обработка полученных данных. Оборудование еще продолжало поступать, поэтому многое, что называется, стояло в масле. Одним из первых свою аппаратуру на судне разворачивали ученые из Санкт-Петербурга. Мы будем проводить измерения за гидрологическими характеристиками морской среды. Будем отпускать специальные зонды для измерения температуры и солености. Это такая морская часть. А потом в местах производства кинографических станций будем брать пробы воды для последующего гидрохимического анализа. И вот для этих целей к нам сейчас едет такая мобильная передвижная гидрохимическая лаборатория, которую мы установим на корме судна. Стоит успокоить и родителей новоиспеченных мореходов. С питанием на судне полный порядок. Два повара готовы порадовать самыми разнообразными блюдами. Несмотря на то, что экспедиция продлится 40 дней, запас провианта на борту рассчитан на почти двухмесячный поход. Значит, завтрак, как обычный шведский стол, как вот в гостиницах там или так на обед. Что-то оригинальное или по-простому, в зависимости, какой день там, или у вас высадки будут, или еще что. На ужин, естественно, это более сытные там закуски, десерты разнообразные там или бисквиты. Надеемся, что нам привезут мороженое. Конечно, потому что все как бы дети у нас 22 года, все любители. И более такой сытный ужин там на второй большой порции, там мясо или рыба. Кают и отдельный разговор. На судне их около 50. В основном двухместные, но есть и люксовые одноместные варианты. Сейчас все они распределены за теми, кто через несколько дней с головой окунется в арктическое научно-образовательное лето. Ну а сейчас в режиме БЛИЦ-интервью я предлагаю познакомиться с участниками экспедиции. Рядом со мной Константин Боголицын. Он непосредственно руководит экспедицией от Северного Арктического Федерального Университета. Константин Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Я хотел вас спросить о том, насколько серьезно ВУЗ подошел именно к научной точке зрения экспедиции. Какое-то оборудование закуплено дополнительно было? Ну на самом деле не только образовательная составляющая, но и научная. Она включает очень большой объем экспериментов, которые планируется провести. Это по основным семи направлениям, связанным с генографией, географией, геологией, биологией, геохимией. И в результате этих экспедиций и полученных результатов должна быть дана реальная оценка экологического состояния региона в этом арктическом сегменте. Поэтому и объединены усилия ведущих научных сотрудников и академических ВУЗов, и институтов Росгидромета. И понятно, что подобные данные могут быть получены только лишь на уникальном оборудовании. И для этого закуплено было специализированное оборудование, которое бы позволяло получать объективные данные непосредственно во время экспедиции. Но и кроме того, здесь предполагается большой объем уже последующего проведения анализов в Центре коллективного пользования научным оборудованием Арктика, который есть в университете. Представители каких других ВУЗов также будут с вами на борту во время экспедиции? ВУЗов учебных не будет, а будут научно-исследовательские институты. Это как Росгидромета, так и Академия наук. Мне остается пожелать всем вам 7 футов под кельем, и мы ждем вас через 40 на Евархангельске. Спасибо большое. Это был Константин Боголицын. Он является руководителем экспедиции от Северного Арктического Федерального Университета. Но я еще добавлю, что за последний год представители САФУ приняли участие в 8 экспедициях в Арктическом секторе России. Но вернемся к рейсу, который стартует вот в эти минуты. САФУ Архангельск, Белое море, Баренцево море, Шпицберген, Печорское море, Белое море, Архангельск к выходу в рейс готово. Приглашаем участников экспедиции подняться на борт судна. САФУ Архангельск У нас буквально несколько минут до отхода судна. Я успеваю поговорить о тех жертвах, на которые пришлось пойти участникам экспедиции. Итак, 40 летних дней они проведут, как вы понимаете, далеко не в жарких странах. Но, пожалуй, куда страшнее оказаться оторванными от внешнего мира. Мобильная связь закончится после острова Мудику, выхода в Белое море. И главное, интернета в Арктике, как вы понимаете, нет. Поэтому всем, кто на борту судна, придется забыть о социальных сетях и других интернет-сайтах. Так что связь с Большой Землей будет осуществляться, кстати, 4 раза в сутки по спутниковому телефону и только в рабочих целях. А все студенты и аспиранты САФУ получили не только инструкции о том, как вести себя на судне. Им выдали амбудирование. Это специально сшитый полный комплект теплой одежды. В него входит шапка, куртка, комбинезон, пулловер с символикой экспедиции и университета, а также даже ботинки. Уборкой в каютах участники плавучего университета будут заниматься сами. Для этого есть пылесосы, но чистящие средства и мусорные пакеты все же пришлось захватить из дома. На борт судна молодые покорители Арктики пришли не с пустыми кошельками. Дело здесь не в приметах. При высадке на Соловках они смогут зайти в магазин и пополнить свои собственные запасы. Вот итогом работы станет научный труд, который представят в сентябре на международной научной конференции, посвященной как раз именно покорению арктических широт. Судно начинает ошвартоваться. Впереди у экипажей пассажиров ослепляющие солнце, льды и вечная мерзлота. Только ради арктических пейзажей стоит отправиться в такое путешествие. Так что я им даже немного завидую. И традиционные пожелания семи футов под килем венчают нашу прямую трансляцию.